SCP-1328. 51-й штат головного мозга. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. Область проявления SCP-1328 следует тщательно отслеживать на предмет появления субъектов, находящихся под воздействием объекта. Обнаруженные субъекты должны быть задержаны, обработаны амнезиаками и возвращены в место, откуда они прибыли. Субъектам следует внедрить индивидуальные ложные воспоминания. Свидетелям проявления SCP-1328 также следует ввести амнезиаки. В случае утечки аномальной информации об SCP-1328 к местным органам власти, внедренным агентам организации, следует изъять соответствующую документацию и обработать амнезиаками всех свидетелей. Документы, затронутые воздействием объекта, должны храниться в архиве аномальных документов зоны 7.7. Описание. Планируется пересмотр. Смотрите приложение. О5-2. SCP-1328 – феномен, проявляющийся в восточной части штата Теннесси, США. С августа 1784 по декабрь 1785 данная территория носила название Франклин. После этого времени регион был упразднен. Аномальные свойства отмечены не ранее, 1866 годом. На фотографии расположение региона проявления SCP-1328 на карте штат Теннесси, США. Время от времени на картах, в книгах и иных картографических ссылках появляется информация о принадлежности SCP-1328 к другому государству, как нового региона на карте. При этом физическое расположение региона на картах не изменяется. Оставаясь внутри территории США, документы, затронутые воздействием SCP-1328, как правило, описывают якобы важные вклады данного региона в историю и культуру страны. Лица, читающие эти документы, приобретают стойкое убеждение в истинности описываемого статуса и истории региона и часто пытаются показать данные свидетельствам другим лицам, распространяя эффекты SCP-1328. Некоторые субъекты, находящиеся под воздействием, начинают идентифицировать себя как жители региона. SCP-1328 пытаются добраться туда вне зависимости от фактического расстояния от исходного местоположения субъектов до данного региона. Они прибывают в один из его городов через 2-3 часа после отправления. Наблюдение за субъектами показало, что они вместе с используемыми ими транспортными средствами проваливаются во внезапно возникающий перед ними разлом, после чего появляются вновь на территории проявления SCP-1328. При встрече субъектов из разных государств, эффект SCP-1328 может вызвать у них замешательство и гнев. Субъекты описывают SCP-1328 как спорную территорию, настаивая, что их страна имеет больше прав на нее. Данный эффект приводит к локальным конфликтам, так как находящиеся под воздействием SCP-1328 субъекты предпринимают попытки физического устранения конкурентов. Перед постановкой объекта на содержание это стало причиной нескольких небольших партизанских войн. SCP-1328 был обнаружен в 1866 году организацией предшественником фонда, Американский инициативный комитет по безопасности и содержанию. Первоначально предполагалось, что объект представляет собой транспортную аномалию. Все затронутые субъекты были возвращены домой. После возвращения субъекты были допрошены и был установлен аномальный эффект. 17.08.1887 объект был поставлен на содержание. При передаче объекта в распоряжение фонда ему был присвоен номер SCP и класс Евклид. Приложение «Оригинальная документация». Номер объекта 1866-098. Тип «Географический слэш безопасный». Протокол содержания AXBS. Люди, обнаруженные в регионе, должны быть незамедлительно возвращены в место проживания. Иностранцы должны быть переданы местным властям, как нелегальные иммигранты. Отчеты о данном феномене должны быть собраны в архиве организации для дальнейшего изучения. Описание «Феномен 1866-098» является явлением, охватывающим 12 графств в Восточном Теннессе. Время от времени люди из других частей страны и мира переносятся в указанную область, заявляя при этом, что эта область является частью страны и их происхождение. Будучи избранными из этого заблуждения, они обычно пытаются вернуться домой тем же путем, каким прибыли, что невозможно, когда указанный эффект был впервые открыт. В области были обнаружены проживающие там более 20 гессенцев, 1 британец и 1 индейец племени Чароки. Исследование данного эффекта продолжается. Приложение «Описание субъектов, подвергшихся воздействию SCP-1328». Субъект – мужчина, европеоид, 65 лет. Страна происхождения – Канада. Восприятие SCP-1328. Субъект полагал, что территория SCP-1328 перешла к Канаде по итогам войны 1812 года, а проживающие на ней американцы являются нелегальными иммигрантами из Северной Дакоты. Несколько раз пытался сообщить о соседях в местную полицию. Многократно замечен во вмешательстве в их частную жизнь. Обработан амнезиаком класса С и возвращен на родину. Субъект – мужчина. Латиноамериканец, 22 года. Страна происхождения – Сальвадор. Восприятие SCP-1328 считал область проявления SCP-1328 регионом своей страны, где проживают представители высших классов общества, и заявлял, что приехал навестить проживающих там родственников. Дальнейшее расследование выявило еще несколько граждан Сальвадора, проживающих в регионе. Все субъекты задержаны, обработаны амнезиаками класса С и возвращены домой. Субъект – мужчина, африканец, 19 лет. Страна происхождения – Сомали. Восприятие SCP-1328. Субъект вел себя как грабитель, пытаясь проникнуть в регион и добыть необходимые припасы для своей повстанческой организации. Заявлял, что регион SCP-1328 – часть его родной страны, захваченная противостоящей группировкой, и он пытается подорвать их власть в регионе. В настоящее время удерживается фондом в ожидании решения о месте его возвращения. Субъект – мужчина, европеоид, 40 лет. Страна происхождения – Пруссия. Восприятие SCP-1328. Обнаружено во время первоначального постановки на содержание. Является офицером прусской армии. Был воспринят АИКБС как субъект, находящийся под воздействием и передан местным правоохранительным органам. Иных записей, подтверждающих это, не обнаружено. Согласно немецким архивам, архивным записям в его кабинете были найдены картографическое оборудование, карты и дорожные припасы, и данный субъект считался перебежчиком. Приложение. Отрывки из речи Майкла Сена, лидера повстанческой организации, регулярной армии Альенса. Мы не смиримся со вторжениями в нашу территорию грязного Альенса США, Канады, Северной Кореи, Мексики, Силенда и Баварии. Это нарушение нашего суверенитета и унижение нашей страны. Франклин, наша исконная земля и часть нашей культуры. Наши предки прошли долгий путь, чтобы основать эту землю своим потом и кровью, проложив великий подземный путь. Когда те, кто проходил великим путем под Атлантикой, чтобы оспорить наши права на эту землю, говорят, что она принадлежит им. Это пощечина для всех нас. Дальнейшие попытки эскалации ситуации любой другой страной встретят жесткий отпор. Возможно даже обращение к Организации Объединенных Наций для урегулирования конфликта. Сиан и его люди обработаны амнезиаками класса Б. Все записи процитированы передачей изъяты. Также обработаны амнезиаками класса С. 546 гражданских лиц в городе удалено. Распространяются, распространявших запись данной передачи в социальных сетях. Кроме того, снесено несколько домов на территории проявления С.П. 1328, зарегистрированных на Организацию «Красная актерская труппа», где при этом был обнаружен экземпляр С.П. 039. Приложение. 2 ноября 2016-го. Все субъекты, находящиеся под воздействием С.П. 1328, начали считать себя гражданами Российской Федерации. Применение амнезиаков оказалось неэффективным. Кроме того, все субъекты проявляют признаки когнитивного диссонанса, что приводит к хаотичному и непредсказуемому поведению.